Вчера действительно состоялось соглашение приговора Олега Михайловича Шеметьева. Если охарактеризовывать суть того, что произошло, это слишком много депутатов из оппозиции стало находиться в Московской городской думе. Я считаю, что данный приговор – это заказ власть-притержащих. Я считаю, что никакого отношения к праву, к правовому полю этот приговор не имеет. Я могу судить даже по собственным свидетельским показателям. Я выступала свидетелем защиты в этом судебном процессе. И, соответственно, могу констатировать, что мои показания были, во-первых, искажены, во-вторых, скрыта та их часть, которая была невыгодна суду. То есть они не могли полностью их уничтожить, они высветили отдельные моменты, в каких-то нюансах их исказив, и таким образом придав моим показаниям другой смысл. Это как… Знаете, я люблю всегда доказательства. Вот это как доказательство того, как считаю, правового беспредела, который совершался вчера с целью того, чтобы на одного депутата оппозиционного в Московской городской думе было меньше. Но вы знаете, в Московской городской думе было большинство единороссовское. И с Олегом, и без Олега все равно будет большинство. А вот во фракции КПРФ тоже, понимаете, разные направления, разные течения. И для фракции, вот для таких, будем говорить, депутатов наиболее оппозиционно настроенных, конечно, это будет очень серьезный удар по нашим мировоззрениям. Ну, например, тех людей, которые голосуют против городского бюджета, который перекачивает налоги москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов. Для тех, кто голосовал против изменений в Конституцию, конечно, отсутствие голоса Олега будет очень ощутимо. Поэтому вот это первая цель, это уменьшить число оппозиционных депутатов. А вторая цель, это запугать. Вот такая тоже интересная деталь. В суды сейчас никого не пускают. Ну, на мой взгляд, это тоже, конечно, неправильно. Наверное, нужно было бы приостановить рассмотрение дел, раз сейчас невозможна гласность. А фактически она невозможна. Раз нет человека, людей не пускают на судебное заседание. И, несмотря на это, всех депутатов вчера пустили. Битком уже было там все набито, все стояли, они сидели. Но всех депутатов пустили. На мой взгляд, было такое устроено показательное выступление. Если вы будете выступать против власти, будет то же самое с вами. Каким образом они это устраивают? Значит, существо дело. Поймите меня правильно. Я не знаю отношений денежных там или еще каких-то Шереметьева и его помощницы. Я не собираюсь, и мне это неинтересно. Вопрос в том, рассматривался данный процесс в рамках правового поля или нет. Я считаю, что нет. Почему? Что вменяется Олегу? Олегу вменяется то, что он незаслуженно выписал премию помощницы. А сейчас смотрите. Помощница более полугода получала премию. Она получала. Ей в голову не приходило, что она получает незаслуженно некто Кузнецова. Ходила, получала. Причем, как оказалось, это для меня тоже прямо был нонсенс. Как оказалось, еще вдобавок ко всему, она сама себе ее и выписывала как бы. То есть Олега подписи там не стояло. Для меня это тоже, понимаете, я не мысливаю. Депутат должен нести за всю ответственность. Каким образом бухгалтерия могла принять вот. Далее. Полгода. Даже больше. Она ходила. Все ее устраивало. Потом получился какой-то конфликт с Олегом Михайловичем. И Олег Михайлович сказал, знаешь, дорогая, вот, к сожалению, дальше мы работать с тобой не сможем. Поскольку у нас, ну, вот, не совпадают какие-то позиции. И тут вдруг сразу она стала бегать по коридорам Московской городской думы. Жаловаться. Вот мне тоже жаловалась. Она какой нехороший Олег. И как она ему вообще там устроит. И таким образом она набежала, или, может быть, специально пришла, я уж не знаю, к руководителю комиссии по законодательству Московской городской думы Семенникову. Раньше я бы вам этого не сказала, потому что у меня не было этому доказательств. Но дело в том, что 30 сентября Семенников с трибуны Московской городской думы фактически сам об этом сказал. И очевидно, что представитель Единой России, причем такой очень ярый и многолетний представитель Единой России, председатель комиссии по законодательству, как он сам говорит, помог этой Кузнецовой. Мы с вами догадываемся, как он ей помог. Эта женщина, которая уверяет, что она не бум-бум в юриспруденции, и что ей премию платили напрасно, вдруг написала такое высокопрофессиональное заявление на Олега Михайловича Шереметьева. Ну, вы сами понимаете, да, кто написал, что написал, зачем написал, с какой целью. И эту женщину, которая, видите ли, вдруг вот ей что-то в голову ударило, и она утверждает, что ей незаслуженно выписывали премию, ее увели из ответственности. А Олега Михайловича осудили аж на 4 года условно, но самое главное, что любое осуждение приводит к лишению депутатского мандата.